Акту-Би 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 В первую очередь хочу поздороваться, здрасти и поздравить с началом сезона. А так, против шахтеров всегда у нас тяжелые игры, напряженные, так как обе команды ставят перед собой большие задачи. Тем более, если будет игра за трофей, думаю, еще больше напряжения перед этой игрой. И как бы мы к этому готовились, думаю, все ребята и все мы понимают, что от этой игры как бы зависит начало старта чемпионата, каким настроем мы начнем чемпионат. Тем более, что сразу с трофеем это тоже будет приятно. Это что от нас зависит, все силы, весь опыт и весь настрой на эту игру. Думаю, что хорошая игра будет. Собравшихся журналистов интересовали как общие вопросы, так и по персоналиям. В частности, прозвучал традиционный вопрос по травмированным. То, что мы были на сборах, уезжали со сборов, травмированных нет. Сейчас мы еще ждем, вернее, уже приехали, но мы еще, не знаю, знаем члены сборных команд. У нас там есть группа игроков, которые сборны в каком состоянии. Сейчас не могу сказать. Твердо. На 28 число все были здоровы. Твердо. У нас есть футболисты, у которых посттравматическая ситуация. Тот же Конос Баев, у него был надрыв задней мышцы. И он где-то за 10 дней до конца последнего турецкого сбора только приступил к тренировкам. И не играл ни одного матча на сборах. Здесь вот немножко вопрос, сможет ли он всю игру играть, или лучше его где-то использовать на замену. Мы будем еще над этим думать. Потом у нас тоже Фернандес. Немножко, как бы, тоже такая ситуация. Не на 100%. Топчагич, Фернандес, они тоже были травмированы. Ну, естественно, они будут участвовать в матче. Но как лучше, здесь тоже нам нужно подумать. Ну и потом, такая ситуация, как и в Тюбинске. У нас с молодежной сборной вроде бы все 4 человека вернулись здоровы. И 5 человек у нас в национальных сборных. То есть, они тоже как вернутся в час. Вроде бы приехали спят, но в каком они состоянии, тоже будет известно ближе к вечеру. А так, вроде, серьезного особо ничего нет. Формула успеха в кубковых матчах. Известна ли вам она уже? Ну да, вот мы три финала подряд проиграли. А теперь должны выиграть три подряд. Раз вот эта пословица в отрицательном смысле сработала, она и в положительном должна сработать. На это и надеемся. Спасибо. Интересовало журналистов и то, изменится ли стиль игры Ак-Тюбинск с приходом ряда новых игроков. Ну, я хочу еще раз отметить, что у нас костяк команды. Мы сохранили тех многих футболистов, которые, в принципе, олицетворяли именно стиль игры в последние годы. Значит, эти футболисты у нас остались все. Мы сейчас взяли еще других игроков, которые, в принципе, должны подойти по стилю, должны влиться в общую линию игры. Но, в любом случае, все будет решаться в играх. И не в товарищеских контрольных, а вот именно в официальных, которые сейчас начинаются. Поэтому мы работаем в этом направлении. Значит, то, что мы играли последний год, и раньше команда играла, мы стараемся и пытаемся все сохранить. Но футбол движется вперед, этого мало. Мы должны улучшить некоторые аспекты игры различного плана. Значит, и в обороне, и в атаке, и в завершении, и в реализации, и так далее. Значит, поэтому все в движении идет. Все в движении. Как будет, значит, возможно, я говорю, цель ясна, мы к ней идем. Значит, а как она будет, значит, мы приложим все силы, чтобы этого добиться. Правда ли, что Аким в нашей области сказал, мы должны догнать и перегнать «Шахтер» и наши успехи в 2014 году должны быть, как минимум, не хуже, чем у «Шахтера» в 2013. Отсюда и мощная заявка, которая у вас в этом году. Вы знаете, мы, может быть, так вот конкретно не конкурируем в этом части. Но то, что команда «Октябрь» 9 сезонов играет в Евролиге, там, и 9 сезонов, и где-то уже много раз, несколько раз участвовали в плей-оффе, плей-оффе. Значит, все равно поставлена цель пройти вот этот рубеж. Рубеж, да, просто поставлена цель. Ну, я уже и публично поздравлял, и сейчас вот хочу поздравить с хорошим выступлением европейских наших коллег из Караганды. Поэтому очень рады мы этому всему. Это развитие казахстанского футбола. Ну, от нашей команды, наши болельщики, наше руководство мы сами ждем такую игру, которая позволила бы нам продвинуться, значит, дальше того, что мы имели. То, что имели. Знаете, совсем недавно мы встречались с Акимом области. У нас как раз на международной арене такая задача и стоит, еще раз пробиться в групповой этап Лиги Европы и выступить там лучше, чем мы выступили в прошлом году. Эта задача стоит, мы будем прилагать все усилия для того, чтобы ее выполнить. Я думаю, какого-то психологического груза на футболистов нет. Они достаточно хорошую школу европейскую прошли в прошлом году, приобрели опыт необходимый, поиграли с разными командами, с разными стилями игровыми. В принципе, от британских островов до постсоветского пространства со всеми клубами мы сыграли лучшими представителями разных игровых стилей. Я думаю, что футболисты, они разобрались тоже, что можно со всеми играть при определенной подготовке, при определенном настрое. И самое главное, должна быть вера в то, что ты не хуже, чем остальные. И ты тоже можешь играть на таком уровне и выигрывать. Это самое главное. В чемпионате первой части чемпионата стабилизировать игру, достойную лиги европейских турниров, усилить возможные недочеты за счет селекции, держаться в группе лидеров. Ну, а после первой части уже обозначится задача. То есть, уже летом нам поставят задачу, такую реальную задачу на все оставшиеся турниры, которые у нас будут. Поэтому все будет решаться летом. Но в любом случае, сегодня уже обозначена задача номер один, это европейские турниры. Пройти удачно. Это однозначно, чемпионат будет зависеть от того, как мы все это уже летом будем планировать в своей графике. Разумеется, главным вопросом наставнику октябинцев стал вопрос о Милевском. Заодно Владимир Никитенко и поинтересовались о возможных новичках. Уже месяц разговоров по Милевскому. Уже мы в этом плане, по-моему, все рекорды перебили. Вообще, по вот этой информации, все остальные клубы забыли, кроме нашего, по Милевскому. По Милевскому он должен был приехать в Турцию на просмотр. Он туда не приехал. Потом экстренно, значит, уже мы не стали, все-таки, уже хотели практически без просмотра его брать. Он приехал в Октюбинск, уже вот сейчас непосредственно. Значит, ну, начали собирать документы по заявке, трансферу, там какие-то проблемы возникли. Сейчас временно все это пристановили, он уехал, и вопрос как бы завис, потому что там есть какие-то у них взаимоотношения. Я не знаю где, я не касаюсь этого, это вопрос, какие именно там. Ну, в общем, трансферные, документальные вопросы, этим словом. Там с Турцией, с Динамо Киев, или с кем, я этого не могу сказать. Сейчас его в команде нет, но посмотрим как. Я думаю, не знаю, если в ближайшее время не решится вопрос, значит, скорее всего, его не будет. А вот у вас есть время до апреля, чтобы найти хорошую замену. Возможно, стоит ли приобрести, найти такого форума до апреля, чтобы отбегаться к Еврокубкам, а не искать замену где-то где-то? Я говорю, мы не торопимся. Если мы до третьего не найдем игрока, достойно усилить нашу команду, у нас есть проблемные позиции, не одна, а где-то около 2-3 позиции есть, которые мы хотели бы усилить. Но если не будет достойного игрока, мы не будем играть. Мы будем играть то, что есть. А будем ждать лето, искать и так далее. Поэтому торопиться мы не будем. Но если будет достойная кандидатура, ну, сейчас, в принципе, что-то намечается, потому что там и на Украине есть, ну, сами знаете, что там происходит, там возможные варианты есть, усиление там. Ну, будем смотреть. Пока, пока все в рабочем порядке. Я говорю, сейчас хорошего игрока, который действительно способен усилить команду качественно и очень усилить команду именно на той позиции, очень сложно найти. Значит, и за те деньги, которые мы можем платить, и вообще в Казахстан, приехать в Казахстан, это значит закончить, как бы, карьеру. Обратной дороги нет денег, понимаете. Поэтому мы в поиске, мы ищем. То есть у них нет обратной дороги в Германию, в Россию, нету дороги. Они сюда приезжают, это значит, что они идут под уплом, понимаете. Они заканчивают свою карьеру. То есть они, может быть, и молодые, но назад им тяжело туда, назад вернуться. Поэтому есть сложности в этом отношении. Мы ищем игроков, да, где-то шлейф какой-то есть. Мы изучали этот шлейф там. Многие, и я в том числе, к нему, как игроку отношусь очень положительно, потому что умелые футболисты и добившиеся, значит, больших успехов. Динамо Киеве, сборная Украины. Такими игроками, как он, не разбрасываются. Такие игроки на счету. Но, я говорю, здесь мы, ну, в принципе, у нас бывали случаи, когда приезжали, значит, в принципе, вот с такими, как бы, разными историями, там, старыми, приспосабливались, работали с людьми, люди отвечали взаимностью. Вопрос не в этом, вопрос в документах. У рулевого горняков поинтересовались насчет новичка Топчагича. Это высокорослый, метр девяносто три нападающий, который может, как бы, продавить оборону соперника такого тяжелого типа нападающий, который может оказывать давление на защитников достаточно высокое. И в то же время он может забить с хорошим таким потенциалом, забивным. Человек, хоть и в Астрийской, но в Бундесклиге играл, играл в основном составе всегда против хороших клубов, забивал. Так что у него и опыт достаточно высокий таких игр. И мы надеемся, что он через свои самые лучшие качества сможет проявить в Казахстане. Ваше комплектование вот в этом году, оно позволит длиться на всех фронтах? Ну, я думаю, что да, потому что мы учли вот этот опыт прошлогодний и постарались усилить каждую позицию. У нас, как бы, по два человека есть на каждую позицию. Я думаю, что, ну, по крайней мере, проблем в этом плане будет гораздо меньше. И на выполнение основных задач у нас футболистов хватит. Вы постоянно вводите свою команду накануне топовых матчей в кино. Сходила ли команда в эти дни в кинотеатр Астаны, если да, то на какой фильм? Ну, у нас, знаете, не перед топовыми матчами, а вообще у нас такая традиция существует, или кино, или театр, или куда-то идти в предыгровой день, чтобы немножко отвлечься. Ну, это еще предстоит 8-го числа, так как игра у нас 9-го. Сейчас пока выбирают, на какой фильм сходить или куда-то. Можно в цирк даже, если есть программа. Во время предсезонной подготовки увидели какие-то невероятные стандарты, которые вы практикуете. Стоит ли уже послезавтра ждать чего-то невероятного? И говорят, что ВИЧУС научился бросать еще дальше. Ну, мы сами пока не можем разобраться, посмотрим. Ну, про многим известно про ваши стандарты, и то, как вы их разыгрываете на торчистских занятиях. Не опасаетесь, что Зинькович расскажет? Потому что, понятно, что некоторые себе это все равно. Я же вам говорил только, что мы сами еще не можем разобраться. С Зинькович, я думаю, если и расскажет, то все не то он расскажет. Мы сами не знаем, кто он. Виктор Балютович, может быть, вы от него отказались, потому что он не понял, как это все делать? Ну, Зинькович хороший футболист. А почему мы от него отказались, пускай это между нами останется? По крайней мере, до конца года. У него, видимо, в трансферном контракте, когда он переходил, записано, чтобы он не рассказывал. Мы его пытаемся, мы не молчим. Ничего не рассказываем. Владимир Андреевич, у вас сейчас есть возможность обратиться к болельщикам, к любителям футбола города Астаны, которые, вероятно, думают, стоит ли приходить им на стадион, или же можно посмотреть матч на телеканале «Коспорт». Найдите, пожалуйста, слова, чтобы болельщики пришли и посмотрели на игру двух, ну, наверное, лучших командов. Знаете, никакое телевидение не может передать ту атмосферу, которая будет на стадионе. Одно смотреть любое соревнование, особенно футбол по телевизору, а другое самому присутствовать, находиться на этом месте. Поэтому здесь совсем другие эмоции, совсем по-другому восприятие самого футбола. Поэтому мы всех приглашаем, любителей футбола, на открытие сезона, на Астана-арену. Предлагаем посмотреть, как я надеюсь, очень бескомпромиссный и интересный матч в исполнении двух команд. А кто бы и шахтер. Я думаю, от Караганды шахтеров болельщики будет больше, чем наших, наверное. Рядом город, не знаю, количество. Я знаю, что от нашего города и здесь местных болельщиков в Астане, которые есть и которые приедут различными способами. Сюда будет много. Для нейтральных болельщиков в Астане я просто посоветовал бы на примере, особенно моей семьи, когда приезжают, приходят на стадион. Они в нейтральной зоне сидят, одно впечатление. А вот когда сядут и будут болеть за какую-то команду, поучаствовать в болении той команды, которая есть, они получат огромное удовольствие. Огромное удовольствие, вот на примере моей семьи, когда они приезжают в Кайрат, они садятся к нашим болельщикам активистскому, говорят, что это что-то неимоверное. Поэтому нейтральных болельщиков приглашаем в нашу, как бы, это... Болельщики приедут, чтобы они вместе поучаствовали в болении, потому что это очень незабываемое зрение. Я думаю, это намного будет приятнее, чем сидеть у себя дома, там, в одиночестве, там, или как там, смотреть просто банально. Еще щелкать, может, на сериал, может, интереснее будет. Поэтому мы приглашаем к нашим болельщикам подсесть, чтобы они это, поболели там. Тем более, что атмосфера уютная, тепло у нас на стадионе, повторы показывают. Спасибо большое. Всего хорошего. Спасибо.